С вечера вчера размораживала свинину, долго думала, что же можно приготовить, но все-таки решила пожарить картошку с мясом. Лук сюда добавила, моркови у меня не было, хотела сделать жаркое, но Илья сейчас принес уже морковь, но она мне уже не нужна, поэтому я готовлю из тех ингредиентов, которые у меня есть. Вот под закрытой крышкой вот это вот все жарю, прям хорошо так золотистой корочки поджаривается, получается очень вкусно. Так, сейчас надо будет накрыть, чтобы это все дальше у меня приготовилось. Очень удобная подставка, хотела вам показать, посмотрите, держит и крышку, и сюда можно несколько ложек положить. Вот единственное, вот эту вот огромную крышку, не помню, как у меня диаметр этой сковородки, 28 сантиметров, вот она иногда бывает падает. А вот если крышки поменьше взять, очень удобно, прям все крышечки, вот сюда стекает жидкость, то есть раньше я где-нибудь все это кидала, у меня все это было мокро, грязно. А теперь я сюда все ставлю, все ложки, их несколько тут может быть, и потом просто ее даже в посудомойке мою или просто руками. Все отлично, ее, кстати, можно, видите, подвесить. Покупала или на Валберсе, или на Озоне, уже не помню. Вот сейчас картошечка у меня пожарится, и будет у нас еще капусточка. Она у меня стоит почти двое суток, я вот тут иногда вот такой вот с шпажкой воздух с нее выгоняю. Вот она уже, я вчера не удержалась и немножечко попробовала. Было вот столько, стало столько, но вчера она еще не была готова, поэтому была не такой вкусной. Ну а сейчас во всю процесс брожения идет, поэтому отлично, я думаю, сейчас уже можно будет попробовать, будет вкусно. Как раз картошки. Я ее не убираю никуда, она у меня тут стоит, в принципе, ничего, так вот крышечкой накрываем, и все. Так что вот такой вот у нас будет обед и ужин. Сейчас мы быстренько, дети, может быть, поедят, и нам надо идти к врачу, потому что Яна у меня так до сих пор и кашляет, а Анюта тоже у меня что-то приболела как-то. Я смотрю, температура у всех вчера была. Ой, так вот здесь вот я просто тряпочку вот так вот протираю в виде всю свою плиту вот так вот тряпочкой я протираю. Все, что у меня тут набрызгало. Полотенчиком потом сухим я все это тоже протираю, и отлично. Вот это у меня, кстати, сковородка новая. Мечта тоже покупала, по-моему, на Валбересе. Вот, объем у нее 4 литра. Покупала прям побольше, так как у нас семья большая, и я люблю сразу готовить вот один раз на несколько дней. И вот она очень вместительна, ничего не пригорает. Мою в посудомойке просто вещи, девчонки, всем могу рекомендовать. Единственный минус у нее, ручки нагреваются, и мне приходится прихваткой вот ее держать. А так, это даже не минус по сравнению с ее плюсами огромными. Я не знаю, по-моему, можно ее даже в духовке где-то ставить. Но отличная вещь, посмотрите. Пользуюсь ей уже на месяца два. Все идеально пока что. Потом видно будет, как она себя поведет. Хочу вам показать любимое место Ричика. Рич, тебе тут нравится спать, а? Ричок. Что может быть лучше стиральной машинке, да? Скажи, меня тут никто не трогает. Тепло и уютно. Когда снимала рум-тур по квартире, он тут как раз спал. Потом я открыла ванную дверь, он отсюда выбежал, потому что иногда бывает так, что захлопывается дверь, и он выйти не может. Вот это вот минус, то, что он тут любит спать. Вот. А так красота, да? И ночью тут может спать всю ночь, и днем. Машинка у нас открыта всегда. У меня все везде открыто, все сохнет. Даже если высохнет, все равно открыто, да? Ух ты, толстячок мой любимый. Толстячок, да, толстячок. Скажи, нечего меня трогать? Нечего. Ну, давай, давай. Не кусает он, меня облизывает. Мы сейчас были на балконе. И Ричик тоже захотел. Постоянно сюда ломится. Выходи давай, 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 давай. Иди назад. Иди назад давай, ну. А, и тебе тоже надо на балкон. Ничего, нет, тебя не смущает, что ж ты сидишь тут? А? Всем приветик. Все, мы вышли наконец-то на улицу. У нас наконец-то настало тепло. 23 градуса показывает мой телефон. Мы уже по-легкому совсем одели. Сейчас полчаса выбирали. У меня пузонка. Молодежь саны. Ага, полчаса выбирали одежду. Летние одежды я еще не достала, не подготовилась. Анюта вообще из всего выросла. Яна капризничает. Мне сегодня нервы обмотает вот эти вот. То она хочет это одеть, то она это не хочет. Это очень сложно теперь с ними двумя. У этой красоточки старше одни интересы. Эта красоточка нервы мотает мне постоянно. Я сегодня одела впервые по-серьезному. Пиджат чочек. Столички. Все, ладно, мы пошли. По шикарной аллее птички поют вообще круто. Да, вышли вот сейчас на аллее. Вот это вот нам идти до поликлиники не так долго. Минут 15, может быть, быстрым шагом, если. Еще небольшое дополнение к одежде. Это то, что пора худеть. Мне пора худеть срочно. А я уже похудела. Ой, Анюта, МИП, твоя проблема. Мне срочно надо худеть. Я не могу себе заставить, а надо. Я чувствую, что поднабрала. Вот маме тоже надо. Идем мы уже от врача. Нам, Анюте, сказали, что она до пятницы будет сидеть дома, лечиться. Ну, есть плохая новость. Они же есть молочко. А потом, они делают то, что это мороженое. А мороженое, как же едет без мороженого? Ой, господи. Короче говоря, мы все где-то подхватили какую-то кишечную палочку, что ли, не знаю. И у всех одни и те же симптомы. Вчера Илье было очень плохо. Мне еще как-то так легким я испугу, как говорится, обошлось. Но дети тоже уже болеют несколько дней. Все-таки решила я к врачу сходить. И вот она говорит, что будем лечиться теперь. Вот как вот можно позитивное что-то снимать, если мы постоянно болеем? Ничего нет позитивного, кроме болячек. Красивая такая у нас. Полюшка. Цветы. И не знаю, что это за цветочки. На ромашки похожи, кстати, желтые, мелкие. Это вам! Все, мы идем домой. У нас время уже 10 вечера. Яна у меня принимает там ванную. Я ее, конечно же, контролирую. Но при этом я одновременно делаю еще другие дела. Сейчас поменяла одной постель, второй постель. Как вы можете видеть, она одинаковая. Так как у нас каждый день абсолютно идет какая-то конкуренция. Каждый сравнивает себя с другими. И конфликты. Постоянно одни конфликты. Я, когда начинаю воспитывать Анюту, она начинает себя сравнивать с Яной. То же самое и наоборот. Я не знаю, как с этим бороться. Даже в постели захотела Яносик. Вот такую вот постель. А Нюте надо точно такую же. Ой, не знаю. Дальше, мне кажется, будет еще хуже. Помимо постели, которая уже одна стирается, я решила еще одновременно постирать пледы и наволочки вот с этих вот подушек. Сейчас уже сняла с одной. И буду снимать сейчас с другой. Так, где у меня тут? Не пойму. Ладно. Сейчас это я все буду делать не на камеру. Так как у меня подушек, ну, очень много. Вот. И завтра я все это буду постепенно перестирывать. Так как у нас завтра будет еще уборка. Буду я мыть полы, пыль протирать, зеркала заляпанные ужасно, которые в этой комнате, в детской, вот, честно, даже нет желания никакого абсолютно заходить. Я уже даже не показываю рабочий стол, потому что вот это вот реальное положение у нас в квартире. Я не знаю, как с этим бороться. Пыталась я по-разному бороться, но как-то сейчас такой возраст сложный. В 10 лет у Анюты, ну, очень сложно, очень сложно. Проявляется характер и все остальное. Так, вот с одной я сняла, осталось вот с этих. Вот, надо будет завтра везде все помыть. Мусор у них тут стоит вынести. Постелька, самое главное, чистая. Сейчас меняю один раз в неделю. И, в принципе, все остальное тоже. Обязательно ковер чистить надо. Ну, и все. Пошла делать дела дальше. Всем приветики. Я хочу вам показать свою косметику, чтобы не все есть. Это чемоданчик, такая вот косметичка огромная. И она вся заполнена. Я вам отвечаю. Мне кажется, у меня даже больше косметики, чем у мамы. Не терпится прям ей похвалиться. Но я пользуюсь не всей косметикой. Тут аж три отделения. Вот, чтобы было немножко. Так, поближе сделаем. Эля, уйди. Вот. Только давай по-быстренькому. Да, что это? Это как база, да? Эля, давай. Дай я покажу ее. Вот так вот она, видите, выглядит. Я ее еще проси. Заканчивается. Такая красивая трехцветная была. Блесточки. Кто ей здесь что только не дарил. Я чаще всего пользуюсь вот этим блеском. Он мне очень нравится. Угу. Дальше. Эти помадки, генишки я им редко пользуюсь. Также тут у меня. Ничего не видно. Для ногтей. Фигня вот эта. Такая вот штучка. Так. А подводка. Угу. Уже тушь у меня взяла мою. Тушь? Я ей свою отдала старую. Тушь у меня дверь. Ага. Карандаш. Эля. Эля. Да что ты мне руки грызешь тут? Ну, давай, давай. Помад. А, карандаш для губ. Помадка. Еще одна тушь. Так. Это обычно какие-то теняшки просто, я не знаю. Угу. Что это? Забыл, что называется. Не помню я. Такая вот. Типа тоналки. Да, тоналка. Да? Еще такой вот мешочек там, где специальная фигня, чтобы это сживать все. Это, да, спонжик. Это вот такие вот блестки. Ну, это как... Дай поближе покажу. Это вот нам недавно, кстати, подарила родственница. Блестки. Он так вкусно пахнет. Да, это... Ну, это... И давай еще покажи, что она подарила. Я им пользуюсь очень часто. Вот. Покажи на лице у тебя. У меня сегодня нет. Ну, одна там только осталась. Вот она их клеит. Вот сюда вот на лицо. Да, они жидкие. Зеркало, хоть оно непонятное, но зато я его протерла. Угу. Так. Патчи. Это в этом. Тени. Палетка теней. Угу. Всякие масочки. Угу. Ой, вот. Тяня. Угу. Много, короче, всего. И все, да? Ну, и, в принципе, все. Но, мне кажется, Яна больше косметики, чем у мамы. Как я говорю, я еще чаще всего пользуюсь блеском только. Угу. Блесками, где вот эти вот жидкие, которые... Яна, которые у Яны вот эти... Угу. Она тоже их вот сюда вот на скулы. Тушью и... Все понятно. Ну, и духами какие-нибудь. Все понятно с тобой, красотка, растет. Современно, что вы хотите. Продолжение следует...